ну так как обычно через постель пробился ничего не поделаешь вайд так я сейчас тебе кинул вайд погоди винил все кинул не надо пойти как у тебя есть собственный остров что у тебя есть собственный остров есть винил? ааа да а как удалить из билет да? из да что дилет или ремоу в робоче вот такое ну что ж вот и винил пришел к нам наконец может быть даже кто-нибудь еще из ютуберов к нам подойдет или может быть даже из моих друзей не только из ютуберов потому что в принципе все ээээ лоцплейчики или просто видеоблогеры какие-то которых я знаю они все в первую очередь мой друзья либо знакомые а потом уже ээээ ну вышеупомянутые так вот сюда я приглашаю тебя винил отлично винил приглашен эээ ну и давайте пригласим еще пару человек так и первым написал плюс после моих слов эээ вот Супер Бэтмен, Супер Бэтмен, давайте из АДД, Супер, блин, Супер Бэтмен, и кто там еще был после Супер Бэтмена, Пит Стоп, Хелпер какой-то, давайте все-таки его возьмем, из АДД, Пит, так у него никто там был, не Пит Стоп, или какого-то там, на П что-то было, да, вот Пит Стоп, да, все-таки правильно я сказал, все, нельзя использовать, можно вырасти остров, скажите, так вот, Пит Стопа пригласил, Бэтмена еще раз приглашаю, Пит Стоп добавлен в вашу группу, Бэтмен, приглашаю тебя, не примешь приглашение, то, извини, ничего поделать не могу, значит, и сам отказался, пока что двух человек хватит, плюс еще винил, то есть вот три человека, так, Пит Стоп не ответил на ваш запрос, запрос удален, лол, а нет, он ответил, да, на запрос, Пит Стоп, Пит Стоп, Пит Стоп добавлю в вашу группу, нет, все нормально, все нормально, добавлю в нашу группу, хорошо, хорошо, отлично, отлично, Я, если что-нибудь пропустил, ребята, вы уж меня простите, конечно. Я мог ошибиться, потому что я все-таки человек, не машина, не робот. Поэтому, ребята, простите меня, простите, если что. Вот. Не спрашивайте, что делать, делайте что-нибудь для развития. Вот, например, Евгеха стоит и покажет, а? Ты что стоишь, покажешь? Так, вот. Да не, не ты, Винил, ты что стоишь, покажешь? Вот, бери кирку, добывай булыжник, не знаю, может отправиться в шахту, может отправиться, так, второй этаж. Это не второй этаж, это будет, получается, наш остров сверху. Кирку добывать, что-нибудь ресурсы там. О, вот морковка соспела все-таки, вот она. Оп, первая наша морковка, мы ее собираем, садим и засаживаем сразу же еще одну дальше. А, точно, тебе же не нужно делать, как раньше, один слой воды и один слой этого. Точно, тебе же, точно, Майнкрафт же, я все забываю. Вот, знаете, когда я вот долго делал по одной и той же схеме фермы, да, к новой ферме просто не можешь привыкнуть, ну, к новой системе ферм, когда получается. Не нужно уже дофига воды, то есть на каждый блок земли, там блок воды, грубо говоря, и так далее. Теперь же, одно блока воды может входить на очень большое количество земли вокруг, да, то есть уже, вот, радиус. Так, ну что ж, ну что ж, не мешайте на мастеру снимать новую серию скайблока, новую серию, новый сезон, новый сезон. Вот. Из фикс хом сделано всякий случай, а не фикс, из хом работает, да то что-то хоме. Так, ребята, не стойте просто так, делайте что-нибудь. Если вы, я говорю, не знаете, чем заняться, отправляйтесь на спаун, видите, в общественную шахту, и там добывайте ресурсы. И в геха вот чувствуешь, там, вот этот чувак чувствует ничего не делает, винил чувствует ничего не делает, а? Что, в смысле, я ничего не делаю? Так. Ага. Еще нам кое-что понадобится сейчас, чем я займусь, в принципе. Это вещь, которую я всегда делаю на скайблоке, и, в принципе, она всегда, ну, показывает, что она нужная, действительно нужная вещь. Так, надо биться немножечко по логам. У меня, по-моему, закончилась еда, но ничего страшного, если что, я и винила съем, это не беда. Ну, что, брат, тебе не жалко. Ты же знаешь. Ты же сам в курсе винил. Так, так, так. Сейчас я начну ее строить, вот здесь вот. Блин, а лишний блок поставил, но ничего страшного. Сейчас я еще возьму кирочку, наверное, все-таки без кирки здесь бегать как-то немного опасно. Ну, кирки что-то у меня нет. Так, придется скрафтить, придется скрафтить кирку. Камень, ну, отлично. Отлично, все тепло, у меня все есть для того, чтобы это построить. И, ребята, я сам разберусь, пока занимаетесь своими делами, вот я люблю людей, которые помогают мне, хотя еще есть куча других дел, которыми нужно заняться, добыть много ресурсов и так далее. Поэтому, ребята, просто идите и займитесь другим делом, которое будет более важным для нас. в нашей общине, потому что мы сейчас содержим в обществе, в таком первобытном, я бы его даже так назвал, в котором нужна любая помощь, любое действие. Добавлю немножечку пока потом на общей шахте с угольком. Да, нам бы еще, конечно, не мешало бы и другие ресурсы, поэтому ты мог бы взять собаками лопату, предположим, или железную, и добыть там, не знаю, чем быть еще. Первый бы не лагал. Ну, что поделать. Что бы делать-то винил? 150 слотов. Если что, нужно будет уменьшить до сотни, сотни слотов. Да, вот прямо чувствительные лаги сейчас пошли, потому что уже час к серверу, и очень большая нагрузка общения выводят и так далее. Так, вот полублоки я возьму, парень вот скидывает какие-то полублоки. Все, отлично, я их взял. Нижний уровень все-таки придется застроить, чтобы не было дырки у нас, у воды. Так, сейчас возьму себе еще полублоков, булыжника, булыжника, что вообще мало вкладывается, здесь расходуется, видимо, но ничего страшного, бывает. Так, винил, ты пока иди на общественную шахту. Да, там вообще невозможно, слушай, гопать, там просто жесть, мне кажется, здесь быстрее. Может, еще генераторы просто сделаем? А, у тебя есть лава? Блин, надо было мне остров. А, не, не, знаешь, что можно сделать? Можно под лавой раскопать блок, она будет спускаться вниз, да, и от нее сделать еще генератор. Она текучей, уж не это. Нет. А текучее будет. Пуча не действует. Почему не действует, действует вроде. Ну, слушай, давай попробуем, давай попробуем. Можно так сделать, чувак, можно, можно, и вода будет просто рядом, они будут соединяться, и будет глубокая, давайте покажу, как это делается. Ну, я понял, понял, что не все же, то же самое, только лава будет. Так, давайте мы здесь, когда уровень парочку настроим, мы лава сверху сольем. Так, не сверху, просто ниже строй. По воде спускайте вниз, и строй уровень снизу, да, о, сверху у нас там уже все занято. Так, давай, давай. Тогда булыку надо опять же. Да, винил, бери булыку тоже. Нужны ресурсы, понятное дело. У нас все ресурсы. Бери булыку, семь булыки. Из которой я половину еще забрал. Хе-хе-хе. Чем цепляйся с заводом. Цепляйся с завода винил. Я специально, видишь, не закрывал из-за этого воду, чтобы можно было сейчас за нее ухватиться. А землю-то почему потерял? Ты что, не смог ее сходить? Нет. Надо было по воде спускаться. А винил, там же у воды специальные дверки есть. Эх, винил, винил. Нет, как в воде-то подойти, смотри, я теперь не могу вывести. Что-то вывести не можешь. Ну смотри, тут дырки-то сверху, вода заставлена. Вот, видишь, тут заставлено было. А, ну это специально было сделано. Ну, чтобы никто пока не прыгал. Потому что я же не ждал, что винилы будут сигать. Я ж такой. Я ж винил. Жопу, он не побрил. Все понятно с ним, короче. Так, это вот сюда. Блин, блок, ломайся. Все сломался, блок, отлично. Но вот этого нам уровня, наверное, не хватит. Нужно будет делать еще выше. Но пока наша задача просто сделать немножечко еще воды. Где у нас ведра? Вот у нас три ведра. Собираю в них полностью воду. И начинаю делать бесконечный источник. Сюда. Сюда. Так, я пока что-то все-таки эту. Сюда. Ой-ой-ой. Мне персонаж в одну сторону убежал. Сумасшедший. Сюда. 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 Сейчас еще немножечко воды возьму, чтобы сразу же здесь закончить. Сюда поставлю блок. Сюда. Вот, отлично, отлично, отлично. И в угол. Давай, доделайся сама. Бесконечная вода. Отлично. Она готова. Но одноуровневого бассейна, но такого будет маловато. Нужно будет сделать его двухуровневым, или даже лучше трехуровневым, чтобы все нормально работало. Вот, давайте споднимем его еще выше. Таким вот образом. Так, так, так. Так, то есть, погоди, на общественной шахте там вообще галяк? Да, он на шахте. На общественной. Там резко-то есть, но там лаги просто вообще дикие, там лохи практически не выпадают. А, ну понятно. Все плохо, короче. Да, все плохо. Все плохо. Ладно, ты занялся вторым уровнем, то есть генератором. Да, я делаю. Да, давай, Венел, займись-ка этим вот прям вплотную, чтобы, ну, закончить это, и у нас все было хорошо. Так, а я сейчас делаю вещь, которая позволит нам, наконец-то, не заканчивать жизнь самоубийством постоянно. И у нас будет... Только не хватает, нехватка. Может, из дерева немножко там сделаем? У нас дерево тут есть. Не-не, чувак, чувак, дерево вообще нельзя тратить. Да, ну ладно. Дерево это такой ресурс, он очень нужный. А просто скайблоки не особо мастер, поэтому я не знаю, что вам нужно. Но поначалу дерева, видишь, у нас очень мало. Потому что у нас нет таких огромных полисадников, дерева, где мы будем его выращивать и так далее. Вот, поэтому поначалу все с деревом очень плохо. Например, сейчас, чтобы сделать какие-то инструменты, нам нужно будет много дерева. А ты его сейчас потратишь, и нельзя будет сделать вообще ничего. Это потом дерева будет много. Его, в принципе, видишь, здесь булыжник можно спокойно тратить. Потому что в будущем булыжник у нас будет тоже дохрена и больше. Так, сейчас вот сюда вот еще поставим булыжник вот таким вот образом, чтобы нормально сделать бесконечные источники на втором уровне. Сюда вот блок. Вот, все, все, он сразу же делается, и отлично, он закончился. Сюда, все. Бесконечный источник на втором уровне тоже есть. В принципе, этого уже должно быть достаточно для того, чтобы ловить здесь рыбу. И сейчас мы сделаем удочки. То есть я скрафчу удочки. Так, смотри, ну какой сейчас посиснись, и скажи мне, правильно ли у нас тут что-то получается. Нет, погоди. Что-то получается определенно. Да главное дело, там снизу второй уровень, и я уже сделаю. Слышно, как-то мудочка-то делается, я уже забыл. Ой-ой-ой, склероз вроде бы вот так вот, или вот так вот как-то. Или нет, или вот так вот, и вот так вот, или вообще вот так вот как-то. А, или две нити сюда, три палки сюда. О, да, все вспомнил. Вспомнил! Отлично, да, вспомнил, как делать удочку. Чтобы она у меня не крафтится. А, у нас же система начала работать. Какая система, у вас уже там система начала работать? Ну, вроде бы да. Только ты смотри, лаву не прострелит, а то придется кому-то остров создавать и лаву не тащить новую. А, и будешь здесь, если обсидиан-дестроер поставить, то можно пока ему ее привлечь обратно, растопить обратно в лаву. Я не помню, просто есть там обсидиан-дестроер или нет. Ну, то есть ставил десерога его снова или не ставил. Так, немножечко березы возьму. Да, слушай, система работает. Система работает. Ну вот и все, отлично. Так, ребята, вниз спускайтесь и добывайте печеным булыжником, потому что булыжник вещь нужная. Вот сюда вот я ставлю сундук, сюда скидываю все удочки. И кто-нибудь ловите рыбу, потому что нам еда тоже нужна. Улыжники я скинул сундук около этого бассейна с водой, если что. Даже, ребят, скину нитку. Пятый, если что не так, подправьте там меня, я буду делать вообще. Пойдет вроде работа. Винил, постель не застелил. Слушай, че рифма? Ну да. Ну, жопа еще, кстати, лучше. Я упрямлял на данный конкурс на лучшую рифму, прожелку. Никто так не придумал лучше. Че, жопа. Че, вы, никто не придумал лучше меня рифму? Да. Ну, понятно, что вы не узнали всякую фигню. Ну, ты че, конечно. Кто они, кто я? Ты смотри, Демастер придумал. Все сразу же стало просто так, ладно, я сиганусь, умру. И после этого, наверное, наберу еще несколько человек. Но пока я не смотрю чат, потому что я умираю. После смерти я сразу же начну смотреть. Возрождаюсь и смотрю. Так, первым написал. После вот Март не видел. И два человека писала. Мэр Слен и Мэр Вампир Эндер. Мистер Слен. ИС АДД Мэр Слен и Вампир Эндер. Еще есть Мэр Слен и Вампир Эндер. ИС АДД Вампир... Как он там? Как у него не печатли? Я потерял его, не кажется. Как там Эндер, Вампир, может быть? ИС АДД... А, мистер Эмэр, Вампир Эндер. Все понял, мистер Вампир Эндер. Все, все. Нашел тебя, ну не нашел, я понял. Все не плюет. Не перекидывая только удочку. Много раз, а то она будет ломаться. Она же за дно перекидывалку одну, один раз ломается. Так, все, двух человек добавил. Ну давайте еще одного рандомного из чата выберу. Просто рандомного, вот реально, просто. Сейчас лиг, который мне попадается в глаза. Это может быть обычный игрок, а может быть... Знаете, у обычных игроков очень маленький шанс попасться. Знаете почему? Сегодня серые ники, сейчас эта новая система чета мне очень не нравится. Это ее Илья сделал, Голдморфин. Поэтому, мне кажется, у Ивы фремиумов больше шансов, потому что они прям выделяются. У них белые ники и приписка такая есть. Ой, ой, вижу какой-то спонсор. Ага, все, попался. Вот его и добавлю. Из АДД спок. А, у него собственный остров есть, чувак. Прости, у тебя собственный остров, поэтому я не могу тебя взять. Ха-ха-ха-ха. Поэтому Классрейк я беру. Из АДД Классрейк. Все, Классрейка взял. Из Хобби. А меня, Фосса, а тебя пока никак. Так, следующий набор будет где-то через минут 10, ребята. А я пока скажу, сколько еще осталось мест, чтобы вы понимали, что, в принципе, шанс еще есть. И с инфо. И с инфо сейчас у нас уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 человек. Шанс у вас есть еще. Ребята, если что, на острове людей без привилегий больше, чем людей с випками, премиумками и так далее. Так что вы не думайте, что мы набираем только людей, которые изгнатили. Потому что это было бы нечестно по отношению к обычным игрокам, а для меня все равны. Вот, недавно, когда были читеров много, один спонсор много читерил, и за это он получил бан. А этот спонсор изгнатил очень-очень много, но нам пофиг. У нас, что читеры, что обычные игроки все равны. И кто, если даже знать оочную годину проекту, за что мы тебе благодарны, но ты будешь читерить, то из них у нас платного разбана. Ребята на сервере нет, это не будет никогда. У нас не школа проект, поэтому если вы ставите читеры, устанавливаете ком-бы дерьмо на свой комп на наш клиент, то вы получаете бан пожизненный. Кто из в инвизи летает? Ну-ка, ушел отсюда. Поэтому 10 раз подумайте прежде всего. Да, поэтому если вы помогаете, нашему проекту донатите, ребят, запомните, мы вам будем в любом случае всегда благодарны, потому что благодаря вам, благодаря донателям, только благодаря тем, кто донатит на проекте, все раз существует. Это как бы понятно, потому что нам за серверные машины платить нужно очень много в месяц. Прямо очень-очень много, реально, очень долго стоят серверные машины. Вот. И я хотел бы сказать, что как бы, ну обычным игрокам мы тоже благодарны, которые просто играют в нашем сервере. Спасибо, что выбрали наш сервер для игры Майнкрафт, потому что мы стараемся, конечно, пытаемся сделать его лучше. Он пока что не идеален, на нем куча багов, куча всяких проблем, но, знаете, зато из русских серверов, наверное, один из лучших, потому что, ну не знаю, ну пока что я видел, другие русские сервера, но у них есть куча других минусов, которые мне лично не нравятся, наш серверах лучше. Я серверами мини-игр вообще не видел, что других русских, если честно. Не, я видел другие сервера, но у них на всех нет, например, лаунчера. Туда поставить чит, вот я не знаю, любой человек, который играет в Майнкрафт, ну, понимаешь, у них есть серверные античиты, да? Но они от киллауры не защищают, они от всяких там автокликеров, там, у нас Наваре сделано так, что, в принципе, автокликер, это он, и макрос, он плохо работает, то есть Наваре там есть своя защита. Ну, у нас не на всех мини-режимах так, естественно, только на некоторых, типа Вара. И скоро будет новый мини-режим собираемся сделать, но это мы уже с Серегой думали, он будет, это будет чисто наш мини-режим, вот, и он будет системой из Вара, то есть система ПВП будет как Наваре. То есть тоже там будут всякие значения, типа маны, типа энергии и так далее, и Вар скоро будет обновлен, ребята. Для тех, кто любит Вар, то знайте, то, что скоро он будет обновлен. Я не знаю, что добавить Серега, что-то он хотел добавить, прямо говорил, что-то там делает, занимался обновлением, вот он где-то уже месяц, наверное, обновлением занимается, может, что-то большое добавить, а может, какие-то опять технические свистучки, а может, опять все классы переделать, как он любит делать. Прошлый раз переделал вампира, вампир раньше был такой им боя, а я так любил этого вампира играть, теперь вампир какой-то бомж реально стал, ну, не знаю, ну, может, просто у меня не получается. Я раньше, мы могли реально легко запарировать удар, вот, у меня всегда получалось запарировать удар, ну, редко очень не получалось, теперь просто не могу запарировать удар из этого чертового вампира. Ну, невозможно. Он был, просто не знаю, он так сделал, что за него просто стало очень тяжело играть За него чувак задрится и будет очень хорошо играть за вампира, да? За вампира можно легко убивать других людей, то есть прямо изи, да? Но все равно, как-то вот у меня лично не получается Раньше получалось, теперь нет Мне всегда Снайпер нравится, хороший класс тоже Ну Снайпер, он не на всех картах подходит Он тогда читерский на длинных картах, на хороших длинных картах А вот на обычных, ну я не думаю, что он настолько прям хорош Да, что если, на Спейси почти видел, он прям хорошо так идет А, на Спейси, да, там очень много, нет, там есть идея карта Чиз, где нужно торт забирать Ну оно конечно открытое, но на ней все равно с ним немножко сложновато. Да мастер мистер беспалевность. Ай, нет, заметили, заметили. Грязь, 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 быстрее. Землю добываю. Нет, 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 убивают, убивают. Где земля еще есть? Отлично, отлично, отлично землю. Ай, забивают, какие-то засранцы, вот их я не возьму。 я в алмазную шахту пришел так исхом быстрее из а меня убили мечом хоть засранец не замочил чем блин так не достал это 100 где ему принести